Модная линия Модная линия продолжает пристально рассматривать людей, бывающих на людях. Модная линия Фасон, в принципе, такой, что удобно пойти в свет, на работу, в пир, в мир, как хотите понимаете. Модная линия Сегодня, готовясь на этот прием, я надела кофточку из ткани Жан-Поля Готье. Модная линия Моя профессия предполагает постоянное общение с людьми, поэтому одежду люблю удобную, функциональную. Допустим, утром я одеваю какой-то удобный полуверк, кладу с собой в сумочку шарфик, и потом в течение дня я могу уже видоизменить свой образ. Я надела костюм в муском стиле, во-первых, потому что я журналист, это, я считаю, деловая профессия, во-вторых, потому что я знала, что иду на открытие салона мод, значит, люди там будут выглядеть хорошо, я должна тоже выглядеть хорошо. Но, позволив себе немножечко, вот у меня гольфик бархатный, такой в розовом цвете, если это видно, это чтобы немножко оживить цвет лица. И брошка, потому что я люблю брошки, это во-первых, во-вторых, потому что сейчас брошке очень модно, и это придаст мне некоторую изящность и кокетливость. Мать Елены Рубинштейн каждый вечер ровно сто раз проводила расческой по волосам дочери и при этом считала вслух. Так будущая королева косметики и миллиардерша выучилась цифрам и счету. Люся Белых, мастер-модельер салона «Космос» и ученица Ольги Берберян, вслух косички не считает, а предпочитает отвечать на вопросы модной линии. Люся, правда, что косички и дреды – это пик осени? Да, это самая сейчас актуальная мода, вообще африканский стиль сейчас очень актуален. А почему, как вы считаете? Ну, мне кажется, это выражает какую-то необузданность у нас в молодежи, поэтому... Как это делится? Косички – это одно, дреды – это другое, а что еще есть? Косички, жгуты, дреды. В принципе, дреды можно делать из натуральных волос, но их потом приходится обрезать. А из искусственных – это наращивание волос довольно длинное, и их можно снимать, и волосы остаются такими же, которые были. А почему дреды придется обрезать? Если из натуральных волос делать дреды, то их просто потом не расчешешь. Если из искусственных – они вшиваются определенным образом, их обрезаешь нитки, и все. А правда, что это дорогостоящая процедура? Да, это достаточно дорого, потому что, во-первых, волосы дорогие, а во-вторых, работа идет в течение 12 часов. А туда еще вставляется конский волос, да? Нет? Нет, нет никакого конского волоса, есть специальные волосы, они сделаны на основе чуть-чуть натурального, чуть-чуть полиэтилена. То есть волосы, когда вплетаются, выглядят как натуральные, и они завариваются кипятком и держатся столько, сколько вы их носите, не изменяясь. А вот сколько стоят косички, сколько дреды? Косички стоят 3000, дреды столько же. Носятся от двух до трех месяцев, в принципе, можно носить сколько угодно, пока не потеряют вид корня, отрастают, и поэтому нет такого вида хорошего. Пока вы сами носите, пока не надоест, вы носите. То есть это делается раз, и больше не надо никаких там причесываться по утрам? Нет, ничего не надо, не причесываться, просто аккуратно мыть голову, все это сушится, естественным способом, без фена, без ничего, и носится. А если захочешь менять прическу, нужно снова приходить в салон? Или брать ножницы? Если снять их? Да. Ну, приходить в салон, мы их снимаем, чтобы волосы были в том же виде. Просто если сам снимаешь, можно запутаться в волосах, это тоже сложная процедура. Так что, когда наши предки говорили «коса руса до пояса», то были абсолютно правы. Только не коса, а косы. Да и цветок может быть сколь угодно много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два, где выбор больше, условия лучше, а цены ниже. 21 век. Торговый центр будущего. Западная трибуна стадиона «Алимп», два бывшего стадиона «Рассельмаш». А поскольку наша программа далека от совершенства, то она и уходит вместе с собакой. Галай имеет в виду, что мы заканчиваем наш выпуск и встретимся в следующий четверг в 23.30 и в пятницу в 7.50. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok